Всем добрый день. Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Иванов Валерий Георгиевич. Я преподаватель Центра компьютерного обучения пятый год, только, наверное, значит, или уже. Читаю теорию бухгалтерского учета, 1С-бухгалтерию, первый и второй уровень. Читаю финансово-экономический анализ, различные дисциплины бухгалтерского экономического характера. Значит, у нас с вами будет чат. В чате можно писать, задавать вопросы. Желательно, если они возникают по ходу занятия, прямо по ходу занятий их и задавать. Вопросы личного характера несущественные можно после, в конце вебинара задать. Мы сегодня рассмотрим такую тему, как бухгучет для самых успешных и начинающих в программе 1С. Значит, слышно, видно, нормально. Обратную связь просьба дать в чате, если можете, напишите. Экран видно. Да, все окей. Хорошо, спасибо большое. Значит, пару слов о себе. Методолог по бюджетированию, по управлению финансами. За плечами опыт автоматизации в крупнейших проектах, в строительстве, в банковском учете, в энергетике, в торговле. Аспирант в кафедре банковского отдела. То есть, участвовал на разных проектах в крупных компаниях в качестве методолога. Читаю теорию и практику бухгалтерского учета в центре «Специалист», лучшем центре на сегодня в Российской Федерации. Да и, можно сказать, на всем нашем континенте. Значит, почта. Если будут возникать вопросы, захотите записаться к нам на курсы. Вы Иванов, собакоспециалист.ру. Здравствуйте. Проходите, можете присоединяться. Меня зовут Валерий Иванов. Вас как зовут? Наталья. Наталья. Очень приятно. У нас все слушатели в формате вебинар. Практически некоторые здесь в аудитории. Значит, можем приступать. И мы говорим о том, что... Самое главное в учете – это начать. То есть, о начале уже говорит о многом. Значит, чтобы запустить программу, мы всегда говорим о том, что нужно найти на рабочем столе ярлык 1. Вам программу запустят. У всех будет 1С-предприятие. Это стартово, что нужно сделать. Но как правильно работать с 1С-кой? Мы сегодня немножко откроем секреты. Увидим основные тонкости и некоторые настройки, о которых многие на практике не знают. То есть, вроде бы пользуемся, вроде бы пользователи, но все-таки руками указываем некоторые счета учета. Руками ведем там, отражаем что-то в учете. А бук учета – это всего система. Вот. И как наладить эту систему, чтобы правильно отражать все факты жизни, регистрировать эти факты жизни? Этому мы сегодня постараем научиться. То есть, некоторые ключевые навыки, понятия у вас в результате нашего курса появятся. В окне запуска мы видим область информационных баз. Вот все базы, которые перед вами, это те базы, с которыми мы работаем. Значит, конечно же, два основных режима. Это 1С-предприятие, в нем будем вести учет, конфигуратор. О них подробно мы рассказываем на уровне первом 1С. Функциональные кнопки – добавить, изменить, удалить, настройка, перейти по ссылке. По этим кнопкам можно настроить все, что захотим. То есть, визуализацию можно настроить, группы папки. В группах папках указать, какие там будут внутри. Выделенная папка желтым цветом покажет вам, где расположена физически на компьютере этот путь. Это путь к базе нашей. А мы же говорим, что у нас программа уже запущена. Поэтому мы смотрим в 1С, как правильно вести учет для самых успешных, для начинающих, для продвинутых пользователей. То есть, этот курс предназначен прежде всего, курс 1С в центре специалист, для всех, кто желает с нуля или на следующих этапах освоить учет в 1С. Задача любого бухгалтера будет ясна, но прежде всего нам нужно понять, а что за продукт, с чем его едят и что есть. Весь наш учет сегодня мы построим именно на базе продукта, информацию и справку о программе посмотрим. На базе продукта бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.4154. Ну, актуальность где-то 25 августа-2 сентября. 2 сентября вышли релизы с поправками, с ошибками. То есть, мы говорим, новейший продукт, релиз, версия продукта, платформа новейшая, можем работать. Первое, что всегда новшество, новизна в интерфейсе. К интерфейсу можно привыкнуть. Самое главное, что нужно знать в программе, это из чего состоит сама программа. И если сегодня внимательно послушать, поучаствовать в нашем обсуждении, то мы узнаем, как работать не только с программой 1С бухгалтерии, но глобально со всеми продуктами фирмы 1С. То есть, все, кто смотрит этот вебинар, получат некий бонус. Смогут стартово работать в любой программе фирмы 1С. Будь то бухгалтерия, будь то управление торговлей, будь то зарплата и кадры, строительные конфигурации, аптеки, различные документы оборудования. Это все виды продуктов фирмы 1С и фирмы франчайзи 1С. Мы говорим, что главное меню есть в каждой программе. И всем знакомы файл, справка, вид, сервис, окна. Это в любом Windows есть, Наталья, в любом Word, Excel, Office. Поэтому в программе 1С главное меню, вот левый верхний угол, нас интересует с точки зрения именно сервиса. То есть, мы говорим, что главное меню сервис параметры, если хотите, ты можешь смотреть тоже это в программе. Или просто... Смотрите, главное меню сервис параметры. Наша задача увидеть, где находится сердце самой программы. Сердце самой программы запрятано за несколькими там замками. То есть, это главное меню сервис параметры. В параметрах обязательно нужно включать команду, отображать команды все функции. И если эту галку не включить, вы никогда не доберетесь до всех элементов метаданных программного продукта. Поэтому, напоминаю, главное меню сервис. В сервисе мы говорим параметры, а в параметрах галка все функции. Вот она должна быть включена. Она у нас включена, поэтому само сердце программы нам доступно. И мы скажем, что кому нужно увидеть, из чего состоит вся программа данная, любая другая, вы должны понимать всю логику учетную. Если вас спросят, какой учет можно применять и вести с использованием продукта фирмы 1С, любой, и бухгалтерский, и управленческий, и налоговый, и финансовый, любые виды учета, хозяйственный, статистический, все зависит от того, как настроена эта программа. Что в ней отражено? Здравствуйте, проходите. Мы говорим о том, что все функции – это то место, где находятся все элементы нашей конфигурации. Хотите, программу можете запустить. Меня зовут Валерий Иванов. Мы смотрим, как и из чего состоит программа 1С-бухгалтерия. Сейчас покрем о бухгалтерии, а глобально все программы содержат понятие, вот это окно, все функции. Вот пока запускается окно функции, я вам расскажу о том, что бухучет – это система. Система чего? Сбора, обработки, регистрации, хранения, передачи, информации прежде всего. И когда говорим о системе, мы должны четко себе представить и понимать, уяснить, что система состоит как минимум из трех этапов. Каждый этап в системе играет важную роль. А бухучет с использованием 1С – это прежде всего автоматизированная система бухгалтерского учета. Что значит автоматизированная? Что вы даете информацию системе, она ее обрабатывает, хранит, и вы же получаете информацию в систему. Значит, три этапа, которые мы сейчас рассмотрим и о которых поговорим, это будут этапы, связанные с вводом информации в систему, с обработкой информации, обработкой хранения, и, конечно же, это вывод информации из системы. Есть анекдот, что бухгалтер – это лицо или система, которая питается исключительно первичкой и фактами жизни, а выводит из себя отчетность. То есть это лицо, которое оперирует всеми фактами жизни, обрабатывает, хранит и нужному пользователю в нужное время предоставляет всю отчетность, которую можно предоставить. Правильно? Которую нельзя, никому не предоставляют. То есть разные виды есть отчетностей, но мы сейчас с вами скажем о каждом этапе. Если речь идет о вводе информации в систему, вот когда мы вводим информацию в систему, в любой системе понятно, что программисты не знают, что за фирма, кто гендир-учредители, какая система налогообложения, стартово-нормативно-справочная информация. Это все тайно за семи печатями, потому что, да и знать невозможно. Мы же говорим, что у нас все субъекты хозяйствования, их в Российской Федерации очень много. Все субъекты хозяйствования – это отдельные организации, вести учет которых мы с вами просто призваны, обязаны, с удовольствием этим делаем, за деньги. Главное, что мы самые успешные, и нам это всегда приносит пользу. Значит, первый этап ввода информации в систему, когда мы говорим о первом этапе, он реализован в системе элементами, константы, справочники, частично некие сведения, регистры сведений. То есть глобально это нормативно-справочная информация. НСИ – нормативно-справочная информация – это то, что нужно занести в 1С. Все справочники, как их заполнять, что настраивать. Мы это смотрим в рамках курса 1С бухгалтерия уровень 1. Здесь мы тоже посмотрим некоторые настройки, секреты увидим. А глобально процесс заполнения, он подробно в курсе 1, в курсе 2 мы смотрим хозяйственные операции. Вот курс 1 на настройки на справочники, и отчетность, и все этапы – это все в первом уровне мы смотрим. В курсе 2 мы смотрим все факты жизни подробно, то, чего даже не было в теории бухгалтерии учета, то есть какие-то специфические участки учета. Значит, когда мы говорим с вами о вводе нормативно-справочной информации, всегда надо помнить, что некоторая информация может быть связана с периодичностью, с фактором времени, а некоторая будет условно вечной. Ну, в жизни ничто не вечно, даже название фирмы, и то может периодически меняться, реорганизовываться, преобразовываться и так далее. Вот наша задача прямо сейчас понять, что первый этап – это справочники регистра сведений. У кого есть 1С перед глазами, могут, конечно, плюсиками раскрыть сами справочники, сами регистры, увидеть, что там есть. Но не все регистры сведений, поэтому мы говорим, что справочники – это первый этап нормативно-справочная информация. К первому этапу также относятся, к этапу ввода информации. Самое главное, что есть в учете – это документы. Вот все факты жизни документируются, и мы все факты жизни отражаем документами. Наталья, документы бывают разные, правильно? Но они регистрируют что-то. Или что-то пришло, ушло, или начислили зарплату, или что-то отразили. Поэтому, когда мы говорим о документах в 1С, важно одно, что только с помощью документов в 1С можно зарегистрировать факты жизни. И если речь идет о документах, то надо просто помнить и знать, что в 1С глобально документы делятся на два вида. Это документы автоматические, которые уже настроены разработчиками, что вы только укажете, что и от кого, что, куда, кому, дату укажете. Они сами пишут проводки. То есть я напишу, что бензин, от кого, от сигмы. Она сама сделает проводки, дебет десятого, точка три, субсчет третий, кредит 76-го, прочие поставщики, или 60-го поставщики. Сама покажет 19-й и 60-й, сама покажет право на вычет и к вычету отразит. Только мне нужно, как пользователю, посмотреть, а есть ли счет фактура? Если есть счет фактура, номер, дата, указать. Есть накладная, номер указать. Она сама все манипуляции, все сделает. Это из разряда автоматических документов. Когда я просто указываю, что от кого и когда, она сама пишет сразу 5-6 проводок. Второй тип документов глобально в 1С называется операция. Это операция бухгалтерская, не хирургическая. Имеется в виду, что руками бухгалтер сам пишет дебет какого счета, кредит какого. Но как напишет, так и поплывет. Поэтому если допустить ошибки на этом первом этапе, а залог успеха на 85% зависит именно от того, вот мы говорим 85% это первый этап. И если на первом этапе допустить ошибки, то считайте, что у вас уже дальше будут ошибки. Но это не беда. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому если мы допустим ошибки, 1С с ними легко справляется. Надо их заметить на третьем этапе и исправить. Чуть позже об этом скажем, но скажем, работать оператором 1С на сегодня популярно, престижно. Конечно, хорошо быть и главным бухгалтером, и заместителем, но если вы начинающий, вам повезло. Потому что вы правильно начнете с самого начала вести учет. А это залог успеха. Очень часто у бухгалтеров старт неудачен, и они отрекаются навсегда от этой профессии из-за того, что что-то не сложилось на начальном этапе. Центр компьютерного обучения специалистов это то место, которое вам даст старт на пути к успешной достойной карьере. Мы здесь всех обучаем от нуля до самых успешных за короткий промежуток времени. Очень быстро и очень качественно. Значит, наша задача вас научить, ваша задача радоваться жизни, быть самыми успешными и получать от учета удовольствие. Первый этап в учете именно для того, чтобы отразить факты жизни, зарегистрировать. Мы говорим, если речь идет о втором этапе. Вот второй этап обработка и хранение. Я могу дать 2-3, максимум 5% на это все. То есть 5% и это все полностью автоматически осуществляется. Это автоматизировано на все 100%, а залог успеха ошибка программистов минимальна. Вся Россия пользуется программой, периодически отслеживает. Если есть ошибки, их исправляют. Мы скажем, что продукт фирмы 1С бухгалтерия предприятия можно сказать универсально работает отлично. Еще раз, ошибки иногда бывают, их периодически исправляют, но это можно сказать максимум на сегодняшний день, что можно получить на территории Российской Федерации от автоматизированной системы бухучета. Да, если вы программист, вы можете разрабатывать до бесконечности. Если вы пользователи, то это один из комфортнейших, лучших продуктов, которые существуют на нашем рынке. Мы говорим о том, что этот этап я называю колодцами. То есть колодцы с информацией, колодцы, это те источники, которые будут формировать всю нашу отчетность и бухгалтерскую, и налоговую. Откуда в колодцы будет попадать информация? Конечно же, из фактов жизни. То есть наша задача занести, что бензин, от кого, когда. Задача системы сама взять и распределить в колодцы. Программисты же их и пользователи в 1С называют регистрами. Это не регистры бухучета и налогового, согласно законодательству, а это регистры, некие аналитические таблицы. Вот второй этап это все регистры сведений, бухгалтерии, расчета. Вот сами проводки дебет и кредит хранятся и в регистре бухгалтерии. Есть различные аналитические регистры. Сам факт, что в любой момент времени я могу из единого колодца со всей информацией получить или из единых колодцев получить нужную вовремя информацию для всех отчетов и для всей отчетности. Вот сейчас скажем, что если информация попала в регистры, никуда она не денется и ей прямое место в отчеты формировать по кнопке заполнить, сформировать, вот это работа главбуха. Работа главбуха, процентов 10 всего успеха компании. мы скажем, что формировать отчет и отчетность. Ну, представьте, если вовремя не сдавать отчетность, конечно, компания будет менее успешна, ее будут постоянно преследовать со стороны государства. Бюджет, небюджетные фонды, различные организации будут постоянно нам диктовать, как правильно жить. А почему? Потому что бухгалтер не пунктуален. Одно из качеств, характера успешных бухгалтеров, конечно же, пунктуальность. Раз в три месяца надо успевать. Хотя бы. Значит, соответственно, какие формы отчетов, Наталья, примеры в жизни слышали, может? Какие-то декларации, налоговые какие-то отчеты, декларации, НДС, налог на прибыль, из бухгалтерской отчетности, баланс, различные формы, два финансовые результаты. То есть, мы говорим, что вся отчетность сформируется или просто оборот на сайдовая ведомость, или просто карточки счетов. Это все отчеты и формы отчетов. Те же по НДСу книга покупок, книга продаж, это все отчеты. Сам факт. Как знать, что в отчете нет ошибок и как, если есть ошибка, как ее исправить? Вот уникальной особенностью продукта 1С, бухгалтерия предприятия, является то, что вы можете прямо, не отходя от кассы, как говорят, увидели ошибку, прямо из отчетов вернуться в первичку, которая ее сформировала в документ, исправить эту ошибку и наслаждаться нормальной, правильной отчетностью. это свойство только тех автоматизированных систем, которые являются еще и комплексными в целом, системными. Вот продукты фирмы 1С таковыми являются. Мы говорим о том, что если вы допустили где-то ошибку или ваши коллеги, это нормально, мы работали. Если мы обнаружили ошибку, это нормально, мы можем сразу зайти и ее исправить. Если вы сдали уже отчетность и ошибку обнаружил налоговый орган ФСС, ПФР, это нормально, можно сдать корректирующее уточняющее сведение. То есть, конечно, штрафы пении, если вам начислят, это неприятно, но что делать, это жизнь. Главное, что вы можете зайти после этого опять в 1С, зайти в первичку и исправить ошибки. Помните, не правим ошибки в самой отчетности в отчетах, а исправляем в фактах хозяйственной жизни на первом этапе. Поэтому, если исправить все на первом этапе, у вас отчетность, все факты будут открыты. Вот что получается, что к третьему этапу мы с вами отнесли отчеты, правильно? Напомните, Николай, Александр. Александр, если вас просят, да, документы это факты жизни регистрируют, а что такое журналы документов, вы как ответите? Есть документ регистрирует один факт жизни или несколько, а есть журнал документов, это что? Это список, да, совокупность документов. То есть мы говорим журнал документов, вы просто знаете, журнал полученных выставленных счетов, еще что-то, это журналы как отчетность, нас спрашивают отчет, показать список, посредников сейчас просят. А здесь имеется ввиду в 1С журналы документов, это списки обобщенных документов, все документы по основным средствам, все документы по НДФЛ, все документы поставщиков, покупателей, счетов фактур, все кассовые документы, то есть это совокупность всех документов. Отчеты, это разные отчеты, анализ субконта, карточки счета, по НДСу, взносы фонды, это тоже разные варианты формы отчета. Значит, если меня спросят, что такое обработки в 1С, то я скажу, это помощники по ведению учета. То есть, если, например, нужно увидеть вот есть групповое изменение реквизитов, групповое перепроведение документов, а есть обработки, которые позволяют нам зарегистрировать счета фактуры на аванс. То есть, вы получили 500 авансов, руководство радуется? Да, за вчерашний день нам привалило 500 авансов от покупателей, а вчера было 31 декабря. То есть, мы понимаем, что надо выставить, а хочется отметить Новый год и отдохнуть, а 500 счетов фактурный аванс клиентам, даже если это сделать в следующем, надо успеть им предоставить и показать, потому что покупатели захотят воспользоваться правом на вычет однозначно. В рамках квартала вы не сможете уже услугу оказать или работу или отгрузить им. Это уже будет в следующем году в новом квартале. Значит, мы обязаны по закону в любом случае выставить им счета фактуры на аванс. А обработка регистрации счетов фактурный аванс просто и легко за четвертый квартал по волшебной кнопке заполнить, а затем по кнопке выполнить зарегистрирует сразу 500 счетов фактурный аванс. Вот если заполнить и если представить себе, что здесь их 500, у меня она нашла один аванс и она говорит, я могу вам зарегистрировать счета фактуры на аванс. То есть это намного проще, это помощники бухгалтера, все обработки, которые есть в программе, это помощники, которые облегчают нам жить. Вот обработка это способ автоматически сделать перечень однородных процедур операций. Надо регистрировать счета фактуры на аванс, регистрируем. Надо взять, загружать, выгружать из клиент банка, загрузим. То есть это все специфика, которую нужно знать, нужно учитывать, нужно видеть. Вот мы с вами рассмотрели, что? Три этапа глобально, а сейчас посмотрим в программе, как это на практике производится. Подробную же методику последовательность всех процессов от нуля и до баланса всю отчетность мы смотрим на первом уровне 1С бухгалтерии. То есть начиная с всех справочников, документов, формируя нужную отчетность, мы получаем все, что от нас требует руководство, государство, учредители, банки, контрагенты, все, кто просят, все получим. Значит, что делать начинающему бухгалтеру, который вообще ничего не знает? Я вам подскажу логику, надо начинать с левого верхнего угла и потихонечку спускаться вниз. То есть логика работы в 1С примерно такая. Если ничего не знаю, слева направо, сверху вниз. Вот ничего не знаю, стартово. В разделе первом главные, раздел специальный, у меня есть справочники операции вести хозяйственную операцию. Конечно же, какие операции, какие документы, если не настроены на стройки? То есть функциональность, параметры учета. Если не создано юрлицо, организация не зарегистрирована, вы, конечно, вести учет еще не будете. Если учетная политика не настроена для этой организации, конечно, сложно вести бухгалтерский учет, но можно. То есть план счетов, учетную политику организации, функциональность, мы все настройки смотрим на первом уровне. Сейчас мы о них говорить не будем. Это все у нас первый уровень бухгалтерского учета. А мы поговорим о том, что если я начинающий бухгалтер и только закончил в центре специалист теорию бухгалтерского учета, в памяти свежи проводки. Поэтому, Александр, если помним проводки и знаем проводки, то есть дебет, кредит, каких-то счетов, я могу вести учет вообще без интерфейса. Я не знаю, где там банк, касса, покупки, продажи, что там есть. Я знаю, что есть бухгалтерский учет, есть категории активы, капитал, обязательства, доходы, расходы. Есть понятие дебет, кредит, счета, а счет это код чего-то. Если мне закодировали в плане счетов имущество, капитал, обязательства, доходы, расходы, правительство в лице Минфина, то, конечно же, я могу увидеть план счетов и здесь в 1С. Он отличается. Вот я сейчас открою план счетов. Главное план счетов. Просто чтобы вы видели, что здесь есть субсчет через точку. В плане счетов есть просто 0, первый счет основные средства. А здесь множество субсчетиков. 0, 3, счет десятый. Ну, десятый план счетов, так и здесь. Здесь 0, 1, 0, 2, 0, 3. Что такое субконта в программе? Это субсчета аналитические к счетам синтетическим. То есть, если речь идет о материалах, мы их будем вести по учету в разрезе номенклатур. Сырье, материалы может быть цемент, мука, дрожжи. разные позиции. Правильно? Важно, на каком складе Наталья находится. Если важно, ведем складской учет. Если не важно, не ведем складской учет. То есть, это можно настраивать в настройках. Это весь план счетов. То есть, он похож, если счет активный, пассивный, если какие-то параметры, характеристики, их можно увидеть. А мне интересно вам показать инструмент, несправедливо забытый в предыдущих редакциях, на который делает акцент вся команда разработчиков фирмы 1С в редакции 3.0, что в новейшей редакции не упускать из виду этот помощник. Поистине помощник с большой буквы. Главное вести хозяйственную операцию. Даже не зная хорошо бухгалтерский учет, можно вести учет. То есть это как справочник настольная книга бухгалтера 10 тысяч проводок обо всем на свете. Хозяйственная операция может быть занесена через главные вести хозяйственную операцию. Если у кого-то возникают вопросы, просьба пишите в чат, задавайте его аудитории по факту в процессе обсуждения. Когда мы включили главные вести хозяйственную операцию, открывается справочник корреспонденции счетов. И в этой корреспонденции счетов у кого редакция еще 8.2 вы можете корреспонденцию найти в пункте меню операции и там будут корреспонденции счетов. У кого редакция 3.0 это главное вести хозяйственную операцию. Значит мы на нашем курсе 1С учимся пользоваться правильно корреспонденцией счетов, но это мы делаем прямо сейчас в качестве некого бонуса, чтобы вам было интересно, а как вести учет дальше. Значит стартово здесь весь перечень. Если не включить отбор дебет-кредит, каких счетов, можно листать допоседение и увидеть множество документов, которые есть в 1С. Обратите сразу внимание, каждый документ имеет свое название. И если документ называется операция, это означает, что приходится дооценку, уценку, переоценку отражать в бухучете в 1С руками, то есть пишем дебет-кредит, ручками дописываем аналитику. А если пишет перемещение основных средств, модернизация, это означает, что это наши разработчики, программисты автоматизировали на старте. и достаточно просто сказать, какой объект модернизируем и чем модернизируем, система сама проведет всю модернизацию. Но, что говорить, могу ли я проверить 50-ый счет кассы по дебету автоматизирован? Для этого недостаточно иметь план счетов и увидеть, что касса это 50-ый счет. Напомню, активные счета по дебету увеличиваются, значит, если будет дебет 50-ого, система будет предлагать множество вариаций с кредитом и будет говорить, что это все поступления наличных. Один-единственный документ. Только может сделать возврат от поставщика, может сделать с расчетного счета, может отразить в счет излишне выданных сумм зарплаты, могли переплатить зарплату, или аванс выплатили, а сотрудник не отработал. Он уволяет, говорит, я вам верну сдачу. То есть соответственно, или мы его просим. Различные недостачи гасятся нам 7302, займы 7301, подотчетные суммы возвращаются неиспользованные подотчетные. То есть, что значит гиперссылка в поле документ, который называется как угодно, но не операция. Это означает, что есть специальный документ. и если я кликну гиперссылку или двойным кликом, у меня откроется этот документ, в котором система уже знает, какая проводка мне нужна. Откуда она знает? Давайте подумаем. Если документ называется поступление наличных, и деньги поступают всегда по дебету, имущество, активы, то дебет 50-го счета забронирован. Хочу, могу поменять субсчет кассы. Откуда знает, что по кредиту? А это вид операции кредит раз подотчетника, а на автоматом поставит кредит 71-го. И достаточно мне только указать дату. Допустим, 18-12, 18-е декабря 2015-го года, подотчетник смежена, сумма, сколько от нее поступает 200 рублей, статья ДДС, возврат от подотчетника. Реквизиты печатной формы можно посмотреть и указать там авансовый отчет, номер такой-то, такой-то даты. Кстати, это все уже руками никто не указывает, просто мы сейчас смотрим пример заполнения автоматического документа из корреспонденции счетов. Сейчас это все автоматически уже основано на основании авансовых отчетов, то есть автоматизировано все. Как это сделать на основании авансового не руками, а по кнопке одной заполнить из авансового отчета? Это мы смотрим на курсе первом, на курсе втором, представительские отчеты, различные расходы представительские, валютные командировки, просто командировки на территории РФ, все мы смотрим на первом, втором уровне 1С, авансовый отчет, номер такой-то, такой-то даты. Достаточно в автоматических документах, как отличить автоматические от неавтоматического, просто провести, просто посмотреть проводки и просто печатную форму. Триады операций на все случаи жизни. В любом документе они всегда эти же кнопки. Всегда есть кнопка провести, всегда есть кнопка проводки. Их, этих кнопок нет только в одном документе. Он называется операцией. Вот я говорил, два глобальных типа документов. Все автоматизированные содержат кнопки провести проводки, все неавтоматизированные, это просто операция, там просто мы руками пишем дебет, кредит, записать. Поэтому, если есть кнопка провести, радуйтесь, все автоматизировано. Если записать, придется ручками что-то указать. Вот откуда система знает, что брать. Сумму мы указали, кредит 71-го я нигде не писал. Она знает, что раз возврат от подотчетника сама поставит. Снежина Светлана вернет в кассу 200 рублей. Дата есть, сумма есть, все есть. Мы говорим, что в бухгалтерском налоговом учете у вас и бухгалтерский и налоговый учет будет вестись в 1С на одном и том же плане счетов. Нету раздельного другого плана счетов в типовой бухгалтерии. В других конфигурациях да, может быть и управленческий, и налоговый, и по международным стандартам финансовой отчетности отдельный для целей МСФО. А у нас одна проводка, только разные суммы. Значит, приходник мы печатаем. Вот наш приходный кассовый отбор. Принята сумма в том числе Снежина Малат Квитанция распечатали. То есть мы руками не заполняем никакие формы. Все нам для системы 1С. Конечно, это радость. Конечно, это легко. Конечно, это дает нам повод для того, чтобы думать о чем-то более высоком. Если в главном корреспонденции счетов проверить кредит 51-го счета или 50-го кассы, то есть мы говорим, что как так кредит 51-го вроде деньги уходят, это говорит поступление, но чего? Наличник. То есть в кассе плюс по дебету расчетный счет минус по кредиту и пошли списания с расчетного счета. Мне интересен счет 94-й это счет недостачи и потери от порчи ценностей. Вот мне интересно, если какая-то недостача, можно ли в 1С-кар эти недостачи автоматически отразить или придется руками. Я смотрю 94-й Enter, она показывает, господа, можно списанием товара, списанием основных средств показать эту недостачу. А если посмотреть еще глубже, есть документ инвентаризации, мы делаем инвентаризации, инвентаризации указываем излишки 200 грамм песка, 300 килограмм муки, недостачи шланги, фильтры, дрожжи, и система сама на основании инвентаризации сможет списать недостачи на 94-й счет автоматом и оприходовать на 91-й излишки. Мы же всегда в учете, как говорим, если у нас чего-то не хватает, у бухгалтерии всегда шок. Шоковое состояние, что делать, и пока не знаем, что делать, 94-й счет. Когда немножечко придем в себя, а у каждого бухгалтера порог чувствительности разный. Кто-то может сразу в течение дня понять, что это виновное лицо вместе с руководителем. Руководитель принимает решение, а вы отражаете в учете. А у кого-то руководитель находится в шоковом состоянии несколько периодов, но лучше на конец года 94-й счет по-любому закрывать, не переносить. Есть по-был 8-й по учету оценочных обязательств. Если суд длится еще, судебные решения, вы, по-хорошему лучше закрывать на отчетную дату. Значит, я не зря взял 94-й счет, я хочу, чтобы вы увидели, а 94-й недостача по кредиту, когда наступит момент их списывать, система говорит, я умываю руки. То есть, списывайте, что по естественным уболям, что на виновное лицо недостачи 7302, что по претензиям на страховую компанию, что на 91-й счет, она говорит, руками. Если показывает операция, это означает, что не автоматизированы эти документы в 1С, и нужно списать руками 94-й счет. Ну, например, я хочу списать на лицо некую недостачу. Я сейчас не проверял в отчетности, были, не были, специально спешу, а потом буду анализировать оборот. И посмотрю, закрылся ли 94-й, что есть? Мы говорим, первый этап это факты жизни. Этап следующий, это увидеть отчеты, в отчетах увидеть ошибки, исправить ошибки и думать, что с ними делать. Вот мы говорим, что если мне подходит, а я читающий, поэтому, а я читаю, отражение заголоженности подотчетного лица по возмещению материального ущерба от недостач, потери, порчи, и так далее. Вот если я нажму сейчас операцию или двойным кликом по этой строке, то она автоматом предложит мне макет для этой проводки. Это революция. Почему? Потому что мы говорим, что намного легче пользоваться готовым макетом. Видим макет? То есть, где макет? Дебет, кредит уже заполнены из моего шаблона. Если бы я сейчас создавал операцию ручками, как по умолчанию, операция, операция, введенная вручную. Если бы я руками создавал операции, введенные вручную, мне пришлось бы создавать операцию, писать руками содержание, писать руками дебет 7302, кредит 94-го и руками там все содержания, суммы и все остальное. То есть, неоценимый вклад корреспонденции и счетов в том, что можно прямо из этого справочника вместе с этим текстом и с этими проводками дозаполнить только аналитику. Язык не поворачивается сказать, что операции вручную не автоматизированы. Они автоматизированы частично через корреспонденцию счетов. Видим? Все-таки я проводки не описал, она сама мне их предложила. Все-таки достаточно проверить дату. Допустим, на 28-го 12-го к концу года я решил списать на Балашова Бориса Борисовича некую недостачу. Конечно, надо понимать, что исчезло, чего не хватало, чему равна сумма недостачи. Я укажу 25 тысяч рублей. То есть, я предъявляю претензии к Балашову. По закону, конечно, мы не имеем права без согласия сотрудника. Он должен расписаться на приказе руководителей или в отдельной форме о том, что не возражает и согласен с этим удержанием. Мы не имеем права удерживать, поэтому, если будет решение суда, будем удерживать по исполнительному листу. Если он согласен возмещать мировое самостоятельно, пожалуйста, у него просто так удержим. Но глобально, вот если есть недостача, мы ее отразим. Вы скажете, а где здесь кнопки провести? Где провести, где проводки? Я вам отвечу, и программа ответит. Проводки перед вами. Их можно просто записать. Просто записать и посмотреть бухгалтерскую справку. Только же записать и закрыть, полностью закроет документ. А по причине всех возможностей, которые можно увидеть, мы, конечно, смотрим на курсе 1С бухгалтерия 1 и 2 уровня. Записать бухгалтерская справка. Для чего нам нужна бухгалтерская справка? Прежде всего, для того, чтобы проверить, а не допустили ли мы ошибки. Дебет 7302 Болшов Борисович, кредит 94-го, недостача, сумма недостачи 25 тысяч, она пишет содержание операции. Наталья, мы с вами руками сейчас заполняли отражение задолженности подотчетника нам. Я этого не писал, то есть система нам предложила текст, правильно? Мы выбрали проводку, то есть нажали операцию, она предложила и содержание, и проводки. Если бы я руками сам все создавал, мне пришлось бы изобретать и думать, а чтобы написать назначение, чтобы в этом тоже можно. Но мы говорим, что на этом спецкурсе, так скажем, сегодняшнем собрании нашем, мы рассматриваем механизм корреспонденции счетов, как вспомогательный механизм для любого бухгалтера. Следующий такой сюжет я хочу проверить. А если я проводки не знаю, а просто хочу со старта начать что-то делать. Ну, хочу сформировать уставный капитал. Формирование уставного капитала. То есть, она ищет что-то в уставном капитале. Чем больше я напишу текста слов, тем меньше она мне дает для отбора. Видим? Я думаю, что из этого подойдет на формирование уставного капитала. Значит, у меня здесь со словом уставный капитал есть формирование то, что нужно, а есть уменьшение уставного капитала, если нужно. Есть увеличение за счет прибыли подлежащей распределению разной варианции. Тоже хорошо. То есть, можно было написать слово капитал, она вам предложила другие проводки. Если я хочу формировать уставный капитал, что важно здесь показать вручной операции. Спасибо ей за макет. Если у нас общество с ограниченной ответственностью, мы с вами скажем, что кредит какого счета зависит от субсчетов, о которых многие начинающие бухгалтеры могли и не знать. Потому что они только в 1С есть. Если вы работаете в фирме ООО, это обычный прочий капитал. Если вы в акционерном обществе, публичном, просто акционерном обществе, не публичном, скажем, вы будете выбирать обыкновенные или привилегированные. Сколько каких будет написано в уставе, учрительных документов, уставных. Вы там найдете, что у Иванова есть и такие акции, такие. Соответственно, допустим, у меня 809. Получается, кто учредитель некий Иванов Петр Петрович доля Иванова Петра Петровича. Допустим, 60 тысяч. Если таких у меня 30 штук. Обращаю внимание, она сама знает, когда писать налоговый учет, когда не писать. Она знает, что уставные капиталы и все, что с ним связано, к налоговому кодексу, не имеет никакого отношения, не описано там, то есть точнее описано, что не является ни доходом, ни расходом. Соответственно, если таких у меня три учредителя, я могу раскопировать правой мышью, я могу копировать, добавлять, удалять. Как узнать все клавиши, сочетания клавиш быстрого доступа? Это мы рассмотрим на курсе 1С. То есть кому удобно ни мышкой пользоваться, не кнопкой добавить, изменить, удалить, не по кнопке еще нажимать кнопки, а сочетанием клавиш подвинутых пользователей. Это мы тоже смотрим. А наша задача прямо сейчас понять, нет смысла писать много проводок сивановым. Видимо, кто-то был и другой из учредителей. У нас одно юрлицо и два физлица учредителей. То есть крутило 80 тысяч и вита 360 тысяч. Общая сумма ставного капитала полмиллиона рублей. Александр, вопрос, кто из учредителей обидится, если я, бухгалтер Иванов Валерий Георгиевич, допустил такую, вроде бы, безобидную ошибку. И скажете, где ошибка? В проводках все красиво. 75 80, сумма 500 тысяч, доля каждого есть. То есть где-то я здесь допустил ошибку. По дебету показано, кто что обещал внести по кредиту их доля в уставном капитале. Сразу никто не обидится, а в конце года меня Иванов Петр Петрович может уволить за эту ошибку. Вроде бы безобидная ошибка, вроде бы я простой оператор, но я ущемил в правах одного из учредителя существенно. Когда мы будем делить прибыль пироги в конце года, мы Наталья будем делить согласно доле в уставном капитале, а это доля на восьмидесятом счете. То есть доля Иванова почему-то будет 420 тысяч, доля Крутилова 80 тысяч, и наше юрлицо Витазао основной из учредителей по доле, видим, по суммам сколько обещает, то есть он останется без дивидендов. Вызовет ли это возмущение на собрание акционеров и в протоколе если будем предлагать им это подписать, они пришли, ожидая, получив больший кусок всего пирога, они получат ничего из-за того, что просто бухгалтер допустил ошибку. Какую? Аналитическую. Если обещает Иванов, то доля Иванова, а если Вита, то здесь нужно указать тоже Виту. Я к тому, что нужно всегда аккуратно копировать. Если что-то копируете, меняйте аналитику. Вот теперь все красиво. У 80-го счета оказывается в аналитике доля каждого учредителя. Если вы перепутаете местами учредителей или перепутаете суммы, да, все, если перепутать, поэтому бухгалтер, он, конечно, скрупулезный, внимание деталям всегда на первом месте, то есть это все для вас как должно быть всегда на первом месте. скажем, что эта операция, ну, пусть будет 1-го 10-го, пусть будет там 28-го сентября сделаем, или пусть 0-1-го 10-го, 1-го октября записать и закрыть. Возникает вопрос, я начал вести учет, не зная, то есть механизм корреспонденции счетов, которые мы увидели, мы его рассмотрели и больше смотреть не будем, просто знайте, что первое, что в главном, главное вести операцию, я сейчас растерялся, я не знаю, где мои документы, что делать и как делать, есть волшебные кнопочки, две из них я вам расскажу, об остальных на курсе рассматриваем, значит, волшебная кнопка история, то есть история покажет вам последние действия, вот если нет закладки, допустим, там последних документов, она покажет нам, Александр, все последние действия, что мы с вами делали и чем занимались, мы начали с вами в, почти в 14.00, 13.59, за минуту до, и вот получается на протяжении этого часа мы занимались вот следующими позициями, рассматривали настройки, что-то видели, что-то смотрели, ну, условно, регистрацию, план счетов и так далее, последние вот наши, то есть получается, что я могу и среди последних 400 операций видеть, что я утром делал, я утром не читал зарплату, не хочу искать интерфейс, история есть, история я сразу найду, вот моя операция от 28.00, я сразу оказался в документе, который показывает это все, возникает вопрос, если я не знаю точно ли Балашов виноват, а это знает моя коллега из некого отдела мат-ценности, это восьмой этаж, а я на втором этаже, я не хочу бегать, не хочу звонить, я могу что сделать, прямо этот документ ей отправить по каналам связи, все работают в одной базе, и в редакции 3.0 есть такие опции, как создать ссылку и получить ссылку на объект, вот по кнопочке получить ссылку, это означает, что на этот документ операция от этой даты, я ее копирую в буфер или Ctrl-C, открываю АСКу, Skype, что угодно, корпоративную почту, кидаю эту ссылку своей коллеги и автоматически, смотрите, я закрою все документы, она получит ссылку, она будет нажимать на кнопку звездочка со стрелочкой, перейти по ссылке, вставить из буфера и получится, что она вставит в это поле ссылку и нажмет перейти, и она окажется в моем документе, я все документы закрыл, а сейчас он откроется опять, опять открылась эта операция, хотя была закрыта, то есть она не будет тратить свое время полдня искать среди тысячи операций где та, которую я не могу сделать, правильно? Она сразу увидит, или главбух, или кто-то увидит нужную операцию, сделает изменение и нажмут записать и закрыть, то есть возможность работать в коллективе упрощается и все есть для этого. На сегодня век информационных технологий, как автоматически ни одной записи руками не сделать по поступлению. Вот у меня целая кипа-кип, 200 накладных на столе, а я хочу успеть сейчас условно 15.00, я хочу до 15.30 успеть попить чай и чтобы все разнеслось автоматически. Для этого нужно обладать коммуникабельностью. Одна из характера успешного бухгалтера это коммуникабельность не только с руководством и внутри коллектива, но и с вашими контрагентами. Вот если вы запросите у ваших контрагентов, чтобы вам на почту прислали электронные файлики с накладными, то вы будете пить чай, за 20 минут вам ответят по почте и автоматически загрузятся все поступления. Вы не будете создавать контрагентов, она сама ПНН создаст, из интернета все сделает, она сама автоматически создаст вам номенклатуру все загрузить. То есть я не на почту эти докладные вопросы? Да, в электронном виде, XML формат, MXL, различные Excel, Word, разные форматы, PDF, но ваша задача будет просто Наталья зайти в покупки, нажать поступление и нажать кнопочку загрузить. Вот есть разные типы бухгалтеров, есть те, которые всю жизнь жалуются, на то, что вот мы не успеваем и так далее. Иногда это просто механизм самозащиты перед руководством, их нужно понять. Но, то есть они себе хлеб таким образом требуют, выманивают. И да, много работы, потому что не очень организовано все. На сегодня можно загрузить из файла, можно прямо из электронки загрузить. Вам скинули на электронку прямо из электронки. А можно загрузить из файла. И смотрите, ZIP-овские форматы, MXL формат, XL-овские форматы, вот в каком-то из этих форматов пусть вам скинут, но желательно там все настроено в 1С. Как только мы любую реализацию хотим сохранить, я вам сейчас покажу, как будто мы кому-то, вот нам коллега из Питера в другой компании запросила, говорит, нет времени 500 строк руками вбивать. Жалуетесь над нами и мы говорим, зачем? Мы вам сейчас быстренько все оформим. То есть продажи, реализация, акты накладные, есть какая-то реализация, мы на эту реализацию, когда мы будем с вами условно была реализация на энную сумму 206 чем-то. Когда мы подготовим комплект документов, в 1С есть возможность распечатать сразу комплект документов. Вот мы печать комплект документов. Хочу какие документы? Торг-12 им отправить и хочу счет фактур. Могу УПДшку, все что угодно. Кликаю ОК. Система откроет мне печатные формы. В печатных формах я хочу сразу имя почту скинуть, специальный конвертик. А Динеско еще проще стало обслуживать сразу почту. Вы укажете адрес электронной почты, пароль. Можно, конечно, все это автоматически, можно вручную настроить. Вы, конечно, настроите, и у вас уйдут письма в нужном формате. Ну, например, если смотреть письмо счет, вот не письмо, а если мы решили счет, просят счет в электронном виде. Со счетами тоже просто. Если я хочу кому-то оплатить, я не буду сидеть полдня вбивать реквизиты неправильно. Я попрошу, дайте мне электронную форму счета. Контрагент скинет нам, им же легче скинуть электронную, чем сидеть скан-копию, сидеть, сканировать, присылать скан-копию. Пусть и скан-копию дают, но и пусть электронный файл со счетом дадут. Значит, счет, когда нам дадут с файликом, вот они могут скан-копию дать с логотипом, с печатью, с подписями, мы тоже можем. Ну, здесь она требует настройки указывать, настаивать и так далее. Сам факт, что можно это все, при необходимости я нажму дискетка сохранить. И вот все форматы. Вот он формат MXL. Им ничего не стоит включить галку. И PDF-овский вам скинут с накладной, со счетом и табличный. Если вам дадут табличный документ, вы в любую возможность и выписку загрузите и автоматом сделаете платежку. И в покупках автоматически загрузите все поступление. То есть на сегодня век информационных технологий. Если у них какие-то документы в формате UTF, ANSI, текстовый, еще какие-то, здесь практически все форматы имеются. Это век информационных технологий. Это редакция 3.0. Здесь можно все отражать. Документы не только руками заносить, но и конечно автоматически через другие обмены. Поэтому время на сегодня деньги. Постиндустриальное общество основывается только на информационных технологиях, на информации. Зачем тратить время драгоценные бухгалтеры, если можно попить чай. Правильно? То есть лучше поговорить о чем-то, прочитать договор, интересную статью, а первичка занесется как-нибудь автоматически. Конечно, контроль нужен. Вот возникает вопрос. Мы отразили один-два документа, но где увидеть все факты жизни? Все факты жизни находятся в операциях журнал хозяйственных операций. Я специально брал заполненную базу. Операции журнал операций. Здесь множество операций, целый список перечень большой. Ничего отсюда непонятно. 1С поддерживает реестр документов, все что угодно, и контрагенты, и оборотки. Конечно, просто операции мне ни о чем не говорят. Блок отчеты то, что нам нужно. Гарутированные отчеты сдавать декларации, балансы, различные формы отчетности, отчетность по МДС, анализ учета шикарнейший для самых успешных. Я вам покажу ряд отчетов из этого отчета сегодня. И, конечно же, оборотно-сальдовая, карточки счетов, анализ счетов. Вот я хочу включить все оборотно-сальдовую ведомость. Все оборотно-сальдовую ведомость. И сформировать за пятнадцатый год. Значит, мы увидим, что система 1С формирует отчетность, оборотно-сальдовая, скорость кнопки и всю информацию. Чем больше оперативной памяти у вас на компьютере, тем быстрее работает. Она даже иногда выводит сообщение. Желательно 3 гигабайта, 4 гигабайта, минимум 4 гигабайта оперативки, ОЗУ. Но если у вас 8 гигов, 6 гигов, то есть 18-16, там, это всегда только плюс. Минимум, это 4 гигабайта оперативной памяти, если хотите, нормально работать с 1С. А все процессоры современные работают с ней. То есть здесь нет супер таких тяжелых вычислений. Процессор не так важен, как важна оперативная память. Оперативка должна быть большой. И чем больше будет летать все на ходу просто так. У меня 16 гигов оперативки на своем компьютере рабочем, значит там все и обновляется за 2,5 секунды и работает, и загружает. То есть просто наслаждение. А если на серверном варианте расположенной базой там 128 гигабайт оперативки, да, там еще быстрее будет работать. То есть чем больше оперативки, тем быстрее. Вот какие анализы я могу сделать? Я вижу, на первом счете что-то есть. По дебету пришло, по кредиту ушло и так далее. Меня интересует наш 94-й счет вначале. Помню, мы что-то отражали по 94-м. 94-й счет. Получается, что 18680 какое-то сальдо. Непонятно ничего здесь. мы вроде только 25 тысяч отражали, а какое-то сальдо появилось там. Давайте посмотрим. ОСВ по счету 94. То есть тут какие-то операции. Только на 94-м счете. Еще раз кликаю двойным кликом. Вот двойным кликом мыши она расшифровывается детальнее, детальнее, детальнее. Самый детальный отчет это карточка счета. Значит, система мне рассказывает, что 7 декабря 15-го года был списан наш комп на недостачу на сумму 43.680. А Балашов, который кипятком облил компьютер и он не подлежит ремонту. Мы его сдавали в сервисный центр, нам сказали не подлежит. Мы думаем, кто виноват? Руководство говорит, всю сумму на Балашова несправедливо условно. Его остаточная была 43.680, но Балашов молодец, работает. Он согласен частично возместить. Вот мы решили частично возместить на Балашова или всю сумму. Тут руководство решит, правильно? А мы отражаем. Дело в том, что получается не весь 94-й счет закрыт. Видим? Какие действия? Или зайти и сумму увеличить, всю сумму на него, или руководство говорит 18.680 списать на расходы. А это как? Это тоже ручная операция? Наверное, вот я не знаю. Поэтому, если я не знаю, как вести учет, начинающий бухгалтер никогда не знает, у него шок, правильно? Любой шок рукой снимает корреспонденция счетов. Главное ввести хозяйственную операцию. Я пробую дебет 91.02, прочие расходы, кредит 94-го, есть ли такие операции? Списание недостач на виновное лицо, или на невиновное, если нет судебных решений, или по суду никто не виновен, или форс-мажор. Вот у нас два варианта. Или суд отказал. Вот когда суд отказывает, это означает, есть все основания, чтобы признать в налоговом учете расход. А мы даже из 15-20 тысяч мы в суд не подавали. То есть, у нас есть документы для налогового учета признали расход? Нет. В бухучете расход надо признать, в налоговом не надо. Вот сейчас посмотрим такой пример. Что делать? Вот если у нас в результате форс-мажора, но мы пожарную не приглашали, мы полицию никого не приглашали, мы решили сами этот конфликт. Как? Балашов сказал 25 тысяч внесу, оставшую часть руководства сказали списать расходы. Это всегда рискованно руководству говорить, если руководитель еще не гендир. То есть, руководитель наемное лицо, если не учредитель еще. Мы говорим, он гендир, но не учредитель. Он говорит, списывайте 200 тысяч, 500 тысяч. Потом нас спросят, а где прибыль, ну скажем, у нас убытки, с какой стати. А у нас списывалась и котельная установка, и то, и то, и то. Скажут, нам такой главбух и гендир не нужны. Будут работать другие. Потому что учредители хотят дивиденды в конце периода, а если руководитель и учредитель в одном лице, то проблем в принципе не будет. Правильно? Всегда следите за тем, как списываете. В бухучете это страдают всегда учредители, а в налоговом учете, если придать расходы, страдает государство. Вот государство сразу говорит, мы не пострадаем, бюджет защищен, нет документов, приказ руководителя не основание, чтобы признавать в налоговом учете расходы. Не приглашали Следственный комитет, чтобы вам сказали, кто виноват и что делать. Не было решения суда, не было пожарной, нет доказательств, увы, вы не имеете права признавать расходы. Вот я хочу, чтобы мы увидели такую ситуацию, когда мы списываем результат, а я посмотрю, это 18680, значит, сумма, чтобы не забыть, я ее укажу чуть позже, 18680 посмотрим, вот 94 еще надо списать на какую-то статью, я хочу выбрать статью некие прочие, но эти прочие мне важно, чтобы они не учитывались в налоговом учете, поэтому как настраивать не учитываемые в налоговом учете, мы смотрим это на наших кусок, и на первом уровне, и на втором, мы смотрим, как не учитывать в налоговом учете, для этого просто достаточно снять галочку, принимается налоговом учете, напомню, и бухгалтерский налоговый учет ведутся одновременно параллельно, и если галку принимается в налоговом снять, эта статья никогда в налоговом не пройдет сумма операций 18 680 это означает что 18 680 рублей я напишу в учете жирный черным цветом а в налоговом она отказывается писать никогда не признаю галка же снята значит налоговом 0 возникает на ровном месте постоянная разница это означает что в учете прибыль меньше в налоговом прибыль больше это означает что налог на прибыль будет считаться из большей прибыли которая в налоговом учете то есть на ровном месте расходы которые в учете есть налоговом нет вы скажете как жить как же двойная запись никак то есть для целей налогового учета не интересно двойная запись есть факты которые признаются и которые нет в налогах логику тоже никогда не ищем правильно то есть мы читаем просто налоговый кодекс и следуем ему мы кликаем записать и закрыть я хочу проверить карточку 94 счет в карточке если переформировать у меня 94 полностью закроется какую ошибку я допустил сознательно или неосознанно то есть вроде бы я исправил вроде бы я хотел как мы просили списать но увы я даже и не посмотрел на дату могу ли я списывать что-то раньше чем сам факт выбытия имущества нет 94 надо списать позже чем был списан компьютер вот это однозначно бух учет ведем аналогически последовательном порядке если вы спишите раньше чем был факт у вас пойдут красные сальдо видим как исправить могу я прямо отсюда зайти исправить могу двойным кликом захожу дату исправляю на 31 12 на конец месяца было принято решение списать смотрю сформировать то есть прямо из отчетов прямо из оборотки прямо из карточки счета я двойным кликом исправляю ошибки смотрю в начале было списание затем 94 частично ушел на виновное лицо балашова затем часть недостачи ушла на 91 счет а как видеть и бухгалтерский налоговый учет здесь только данный бух учета правильно для этих целей есть показать настройки все настройки подробно для целей 402 фс закона об учете мы смотрим именно на курсе 1с а сейчас мы просто включим в показать настройки все показатели было ну первые сформировать все разницы все будет наличие значит списано было как и в бухгалтерском так и в налоговом 25 тысяч на виновное лицо признаются как бухгалтерском так и налоговым ну что расхода же нет виновник возместит а вот сумма который мы показываем на девяносто первом счете с девяносто четвертого полностью списалась и и там и там а если посмотреть карточку девяносто один ноль два за этот период то мы увидим что на девяносто первом счете и в бухгалтерском и в налоговом учете в результате недостач 18680 в бухгалтерском в налоговом ноль постоянная 18680 кому интересно мы на первом уровне рассматриваем со слушателями ситуации когда нам дебиторку не платят покупатель не платят проходят дни года воды соответственно если была задолженность она списывается в учете как согласно критерии сомнительности а в налоговом учете согласно сроку 45 дней если прошел срок договора прошло 45 дней после срока половину можно списать но не более десяти процентов от выручки это все система делает в регламентных операциях а что такое регламентная операция мы узнаем на курсе 1с бухгалтерия то есть без регламентных операций вести учет просто невозможно я имею ввиду глобально весь бухгалтерский все отчетность вы баланс и отчетность не сформируете без этих операций красным цветом сальдо это всегда проблемы но вот например если в оборотах где-то красным цветом какой-то резерв такое иногда возможно то есть или например красным цветом где-то какие-то разницы амортизационная премия еще что-то это просто временные разницы возникают и это нормально на 10 на 50 вот если вы увидите на 50 счете вот на 50 счете я сейчас открою карточку счета и если на 50 счете мы увидим красноту вот я сейчас делаю сознательно тысячу рублей вместо 70 тысяч получения наличных и сформирую карточку то есть что получается что если у меня в кассу поступила на выплату зарплаты с расчетного счета тысяч рублей а я начинаю выплачивать зарплату сотрудникам 16 и 17 у активных счетов сальдо не может быть отрицательным она или есть две-три тысячи рублей или выдать можно из кассы максимум две-три тысячи сколько там есть но если у меня краснота 52 тысячи сальдо вы скажете явно ошибка бухгалтера и тут не ошибка в том что он здесь допустил ошибку когда выплачивал зарплату а ошибка именно в том что он ошибся с приходником каким-то ну что в жизни никто бы не расписался что получил 15 тысяч если бы он их не получил правильно ведомости из кассы я бы не подписался если мне говорят подпиши что ты получил заплату 15 тысяч а я ничего из кассы не получал правильно то есть бухгалтер иногда может ошибаться и в этих случаях если красная сальдо по датам бывает такое что или авансы вот там у вас 60602 поэтому красная сальдо возможно если в оборотах краснота если были возвраты какие-то уже все закрыли оплатили возврат она старнирует как если возвратов не было откуда краснота значит могут быть ситуации с краснотой если у вас вы именно в документах один и тот же счет используется и для авансов и не для авансов то есть должны быть разные счета 602 для авансов 601 для не авансов 6202 для авансов 6201 для не авансов вот эти счета по умолчанию себя настроены но вопрос хороший и настройку счетов я вам покажу и мы сейчас решим это а вот что делаете как исправить здесь просто нужно поменять документ вот в каком отчете увидеть что у нас полиа кассы на все случаи жизни этого отчетах блок анализ учета мы подробно и налог на прибыль ндс и все 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 нюансы рассматриваем на наших курсах а вот я хочу чтобы сейчас увидели экспресс проверку отчеты экспресс проверка ведения учета в экспресс проверки я выполню проверку за четвертый квартал мне интересно какие ошибки покажет мне система она говорит анализ состояния букв учета значит горит нужно бы закрыть месяц и на девяносто первом счете который я только что отражал сумма знакомая нам мы специально девяносто первую только что она говорит хорошо бы и закрыть дальше в ноябре и в декабре мы видим сумму остаток по счету отрицательный остаток по дебюту активного счета она проверяет методологию бухгалтерского учета правильно ли ведете учет это не все по кассе а горит у вас господа не должно быть отрицательных остатков вот на эти дни у вас вот такой минус ну если бы я там вернулся на 1000 минусом и не был лимит кассы проверяет но здесь говорит лимит не нарушен был он даже минус чем то есть у нас нет нарушения элемента хотя на самом деле лимит кассы если ну здесь на каждый день если реально смотреть вот соблюдение лимита кассы здесь говорит что здесь все нормально что говорит по книге продаж очень опасная ошибка бухгалтера которые исправляют рискуют всем бумагой прежде всего временем курьерами ведение книги продаж соблюдение нумерации счетов фактур то есть мы говорим что если уж слетела нумерация по счетам фактурам то чтобы ее восстановить и перевыставить всем это очень трудоемко и дорогостоящее нумерация не должна слетать но если вы выдали номер 400 в марте а номер 450 в январе то уж так пусть и будет да это могут возникнуть вопросы почему да слетела слетела но сам факт что если нумерация у вас перенумеруйте она может перенумеровать с января и все будет хорошо вы должны с января всем вашим поставщикам а если было поставок 2000 вы должны две-три тысячи счетов накладных это чревато всем поэтому какие секреты как это исправлять мы смотрим в 1с но перенумеровать мы не разрешаем я не советую уж не критичная ошибка это нумерации да нарушена нарушили нарушили а что делать жить надо теперь по поводу счетов вот хороший вопрос как настроить счета расчета с контрагентами чтобы всегда у вас в отношении с контрагентами не было проблемы самые сложные участки этот участок расчеты 60 и 62 76 когда все путается и в оборотах каша и самое сложное это в номенклатуре чтобы руками на правильные счета приходовать и справили счетов счета учета номенклатуры мы смотрим подробно на курсе 1с счета учета контрагента смотрим тоже на курсе 1с но сейчас я вам покажу как правильно настроить счета расчета с контрагентами чтобы у вас все было хорошо у нас есть разные контрагенты я вам покажу что у нас есть и госорганы и налоговые покупатели поставщики и какие-то прочие акцион пресс журнал главбух мы описываем на правах рекламы ну шучу я рекламу не осуществляю просто говорит что многие пользуются журналом там такими-то сигма компания ремонтирует нам мфу canon не что-то еще то есть ряд прочих поставщиков видим или покупатели или еще кого-то и мне важно чтобы система знала что если кто-то находится в папке прочее чтобы они были на 76 счете в документах автоматом не один раз я в оплате написал 76 а в поставке 60 и у меня обороты не сошлись а именно всегда на 76 банки какие-то сюда могу создать вот как это настроить счета расчета с контрагентами в счетах расчета поговорим что по умолчанию уже настроены все счета 60 262 16202 откуда система знает когда какие брать она построена очень грамотно если договоры будут с поставщиком будет брать 60 и 0102 если будет аванс 60 на 2 не будет аванса 60 и если с покупателем 60 вторые комитенты и прочие какие-то 76 а вот что делать если я хочу вместо 60 их 76 для этих целей нужно создать свою настройку я могу создать именно для компании сигма тогда возникает вопрос если я буду создавать для сигма еще нужно для акцион пресса для банка для еще кого-то создавать 76 счета я не хочу этого делать я хочу некое обобщенное настроечное решение для всей папки хочу и потом я буду просто думать нового контрагента в какую папку создать хочу впрочем он будет на 76 автоматом хочу в другую папку он будет на 60 и 62 вот это ваше решение получится но не надо убирать надо просто в своем документе говорить не зачитывать аванс и она автоматом это в самих документах есть аналитика не зачитывать зачитывать автоматически или за честь аванс ровно на такую-то сумму там просто выбираете зачитывать не зачитывать а сейчас мы говорим прочие 76 вид расчета в валюте регучета 7605 поставщиком покупателям 7606 по авансам получены выданным сейчас поговорим 7609 потали 7605 7606 и 7602 по претензиям обратите внимание самое главное чтобы не было проблем у вас с ндсом как настроить авансы для 76 счетов можно брать и многие берут такой же субсчет одни практики но эти практики даже аудиторы и они сами не могут раскопаться потом своих зачетах аванса это не вариант второй вариант берут некоторые 7609 тоже не вариант вариант правильно оптимальный брать те же счета что и основные и тогда я буду следить за своими авансами всеми именно на этих субсчетах неважно прочей или основной если мне тут прочей или основной заплатила аванс я по-любому по закону ему должен счет фактуры на аванс и следить за этим аванс до 76 они будут возникать можно но вот бухгалтер у бухгалтера возникает вопрос так 76 а вы в сумма такая 500 тысяч или 90 тысяч а авансов всего почему-то у меня на 6202 на 470 472 тысячи то есть создается впечатление что должно было быть авансов полученных а в на сумму 72 а их 90 надо начинать следить откуда еще на таких считать где были аванс бухгалтер когда следит за авансом если на прочих брать тоже 6202 у меня будет уже сумма аванса 590 то есть сто восемь тысяч которые у меня были на семьдесят шестом каком-то 0 9 они окажутся на 6202 цели аванса я тогда вижу 590 60 2 76 авансы полученные 90 то есть 590 ндс 18 процентов 90 условно я сразу буду контролировать держать руку на пульсе сколько всего авансов сколько одних ндс что я показал кредит 6802 поделился с бюджетом то есть я всегда буду контролировать не будет путаниц поэтому оптимально с точки зрения практики выданные ставить на тех же счетах что и авансы основные и зачет аванс если будет будет нормально и все будет нормально да как так что мы считаем для цели авансов не менее у вас то что кредит 6802 дебет 76 а вы будет всегда так мы говорим о том что сам аванс когда мы получаем аванс от покупателя у вас будет кредит не 76 09 и не 76 06 а 62 02 нет если для прочих многие по авансам выданным это всегда так для 60 щиток а если у вас какой-то прочий они начинают ставить для аванса какой-то из 76 и потом теряются вот это оптимально правильно и легко в работе структура значит как в документе за честь авансы у вас появится новая настройка для папки прочее такой то счет мы сейчас посмотрим как документе настроить аванс или за честь или не за честь у вас и выписках и в поступлениях списаниях в каждом из документе есть такая опция погашение задолженность автоматически по документу или не погашать вот из не хотите что были авансы или не зачитывались надо просто выбирать эти опции здесь можно тоже руками многие ставят 62 01 не хотят аванс возникает вопрос то есть если это первый документ по этой операции как мне аванс вот если хотите чтобы этот аванс не зачитывался последующими например какой-то обеспечительный платеж по аренде может быть да вот если у вас обеспечительный платеж по аренде который вам вернут через год или через два когда закончится договор тогда просто ставьте не погашать и она не будет трогать этот аванс никогда а если хотите гасить старый договор нужно проверить договор нужно проверить что так позже чем была задолженность то есть нет такого что хочу или не хочу аванс надо просто изучить историю взаимоотношений для этого совет наталья всегда в отчетах открывать карточку счета и смотреть историю взаимоотношений что было ну что если вы пришли там уже ввелся учет понятно не на ждали а уже до этого были отношения с разными контрагентами вы посмотрите было 200 тысяч оплата авансами на авансом 300 тысяч поставка зашлось 100 тысяч еще долг если следующий платеж будет на 700 тысяч 100 закроет аванс долг старый а 600 упадет на аванс то есть надо изучить историю взаимоотношений вот мы учимся все этой логике учета на курсах 1с мы учимся устанавливать отношения с контрагентами следить за историей карточка счета анализа счета анализа контр это все инструменты с помощью которых можно вести учет а вот главную книгу шахматную ведомость мы даже и не смотрим ввиду того что нужно раз в год их распечатать там для вашего так скажем обоснования деятельности вдруг электричество всей руси и всего мира там погаснет значит у вас будет бумажная форма на основании которой вы вытащите данные из нужных щитов то есть учет постоянно трансформируется и мы подытожим что с каждым годом век информационных технологий все более и более нас поглощает весь учет становится более информативным больше детализации больше точности весь уклон на первичку что вся первичка в основу всего поэтому приглашаем вас на занятия в центре компьютерного обучения специалист курс 1с для самых успешных для продвинутых для начинающих все кто желает зарабатывать с помощью 1с работать и просто наслаждаться процессом счетоводства и балансоведения всем добро пожаловать спасибо большое если есть вопросы я на все вопросы отвечу пожалуйста можете задать на втором уровне мы обучаем факты хозяйственной жизни то есть сегодня у нас такой как раз тоже уровень номер два то есть и услуги может по вебинару прямо сегодня записаться мы рассматриваем те факты которые не стандартные то есть более такие в крупных компаниях это валютные операции это покупки-продажи комиссионная торговля это импорт приобретение за рубежа гтдшки это основные средства модернизация перемещения продажа выбытие различные нюансы тонкости это это все второй уровень 1с что еще мы изучаем на втором уровне 1с это давальческое сырье это производство то есть все виды там различного выпуска продукции это услуги это это блок спецодежда спецосназка то есть мы говорим о том что все различные участки учета которые в крупных компаниях а в маленьких средних компаниях там первого уровня достаточно чтобы вести учет то есть тоже от нуля и до баланса первый уровень второй уровень это учет хозяйственных операций то есть там мы рассматриваем именно специфику деятельность различных валютные операции авансовые отчеты представительские расходы то чего нет во многих компаниях может быть это второй уровень до агент командировочные представительские это все второй уровень 1с а просто авансовые отчеты по имуществу по оплатам поставщикам это первый уровень 1с и на первом и на втором авансовый отчет рассматриваем всех приглашаем кто заинтересовался сегодня в 18.30 через несколько часов стартует курс второй уровень 1с